Всем привет! Вы на канале Многотехники и сегодня мы находимся в городе Березов в гостях у местного умельца, который сделал реплику Ferrari F250 с красивым именем Изольда. Субтитры сделал DimaTorzok Более подробно, как создавался этот проект, нам расскажет владелец этого автомобиля Сергей. Здравствуйте, Сергей! Расскажите, пожалуйста, как вы решились на создание этого автомобиля? Само изготовление автомобиля это самый сложный процесс. На данный автомобиль ушло порядка 7 лет. И то, надо что-то еще хочется сделать, тем что-то еще хочется сделать. Началось, в общем-то, с двух элементов. Точнее, с одного элемента, с двигателя. Мне попался двигатель. Такой, мне жалко было его очень выкидывать. Решили, думаю, все-таки что-то сделаем с этого двигателя, запустим, дадим ему вторую жизнь. Далее, все пошло по наклонной. Пусть и сделали каркас из железа, полностью железный каркас. Тоже хватило там, все выводили от А до Ян. Чтобы было и динамика, и расположение двигателя выверивали. Дальше проехались на ней, на этом скелете, как говорится, в таком. Вела она себя нормально. Ну и решили уже делать дальше обшивку. Обшивка делалась полностью. Сначала вы делали все из пены. Из пены потом делали элементы, каркасы. Из строительной пены, да? Да, совершенно верно. Делали монтажную пену, обливали. Делали форму из нее. Вот такую, как сейчас вот она стоит. Потом эти элементы все мы делали по элементам. Допустим, вот крыло, к примеру, стоит. То есть этот элемент, кусок пены отрезался, делалась матрица. Тоже делала, отрезали крыло, пену снимали, делали с матрица. И потом делали корочки. Уже непосредственно из матрицы делала корочки. И уже потом непосредственно садили сюда. Дальше делали шпаклевки. Все подводили, выводили, все зазорчики регулировали. Очень много времени пошло, конечно, на все вот эти зазорчики. С цветом была вообще проблема, чтобы именно найти вот такой, именно алый такой, как говорится, ядовитый цвет. Машина как бы спортивная, поэтому цвет этот выбирали ядовитый такой. И вот, взывая так, нашли. Цвет попался удачный. Красил, конечно, не я. В любом случае, одному машину сделать невозможно. Поэтому друзья помогали, коллеги помогали. Все, что здесь делали, делали, как говорится, первопроходцы. Что-то там высмотришь, где-то в интернете, где-то там что-то высмотришь. Но в основном идея была такая, чтобы сделать, добиться конечной цели. Как бы этой цели добились. Формы, конечно, не соответствуют немножко. Ну, то есть формы мы вырезали, делали основной вот этот концепт-кар, Ferrari F250. Не то, что мы ее пытались приблизиться. Пытались, точнее, не то, что сделать именно такой концепт. А просто с нее брали очень красивые формы, в этого Ferrari. Как бы вот эти формы мы сюда и воплотили. Крайне мере, старались воплотить с друзьями. Сергей, скажите, а почему вы назвали этот автомобиль «Изольда»? «Изольда» – это просто очень красивое имя. Более оно не привязано ни к чему. Ни девушки, ни жены у меня нет таким именем. Просто красивое название. Просто как бы фантазия, да? Совершенно верно. Скажите, а как устроена подвеска данного автомобиля? Значит, что касается спереди, по передней подвеске. Значит, здесь использована двухрычажная система подвески. Для того, чтобы изначально хотели Макферсон сюда поставить. Но она не получилась, потому что в данном моменте торчали бы стоечки здесь вот на крыле. Это мы позволить себе не могли. Поэтому пришлось делать двухрычажную систему. За основу взяты рычаги от простых «Жигулей». Вот. Ну, а дальше там уже идет целое творчество. Значит, ступицу, центральную ступицу делали. Делал, рисовал по чертежам. Сам рисовал, вырисовывал ее. И точили профессионалы-токари. Дальше. Здесь также соединилась переход этой ступицы на форт Мондео тройку. На третью форт Мондео. Поэтому у них там пять болтов выходили. Ну, это все было воплощено, в принципе, в ступицы. Дальше. Суппорт от Сестероэна С5. Мне необходимо было сделать ручной тормоз. Ручной тормоз я выводил, поэтому шел сюда. А что касается задней подвески, то там стандартная форт Мондео подвеска идет от форт Мондео тройки. То есть, также двигатель расположен сзади. Поэтому от коротки все эти полуоси выходят сюда. Ну, как бы вот штатная, стандартная подвеска форт Мондео 3. То есть, здесь никаких выдумлений не было. Все здесь по стандарту идет. Со спереди, то здесь вот видно вот, вот эта балка жигулевская. И пошли два рычага двухрычажной подвески. Здесь тормозной, ну, тормоза идут от форт Мондео того же. Радиатор, вот радиатор, я даже не знаю, с какой машины, честно говоря. Что-то от Ниссана, скорее всего, какого-то. Также здесь и идет, вот под радиатором, там еще стоит еще один радиатор, который идет на систему кондиционерную. Тоже, всю эту систему, в принципе, соединили. Вот, и получился еще и дополнительный кондиционерный. Скажите, с какого автомобиля вы установили задние ходовые огни? Ну, это не с какого автомобиля, это устанавливали тоже. Все это ручная работа. Значит, делался каркас. А после каркаса делались уже внутренняя часть. Внутренняя часть, конечно, делалась вот красный ободок, вот этот, который там внутри. Это распечатывалось все на 3D-принтере. Дальше светопроводящий элемент, вот этот, который беленький, он делался с эпоксидной смолы, ювелирной эпоксидной смолы. Стекло уже давили, делали матрицу и паосон. Это с оргстекла все в это вылетано. Ну, а задний, то есть, вот этот поворотный, тут тоже делали только все эпоксидная смола. Колеса R18, здесь радиус идет. Ну, конечно, они достались в таком ужасном состоянии. Пришлось их по новой. Снимали всю краску, все полностью очищали, шлифовали их и по новой красили. Ну, как бы тоже удачно получилось. В два элемента красили. То есть, как бы, один оттенок на лучи делали более серебристый, а вот на бока уже запускали, как бы, потемнее немножко такой цвет. Ну, довольно-таки симпатично получилось. Открывание дверей, которая вот эта вот бабочка называется, как бы тяжеловато было очень подобрать тот момент, который бы открывал, дверь бескаркасная, и все усилие идет сюда, вот на эту стойку, и на вот эту часть дверки, внутреннюю часть дверки. Поэтому пришлось ее очень сильно усиливать. Сначала попробовали один амортизатор, который амортизатор один не держит, для того, чтобы было плавно и дверь держалась вот таким макаром. Пришлось установить два амортизатора. Находили это положение вот этих амортизаторов, где там на дверке, где здесь. Как бы, вот этот весь процесс занял у нас на одну дверку в районе трех месяцев. В салон здесь использовался передняя панель от Ford Cougar. Здесь более-менее такая спортивная панель. Мне очень она понравилась, поэтому, когда ее увидели, эту панель, то только и нее. Что касается всего остального, то вот эта вот обшивка идет уже, как бы, от Toyota Seliqa тоже. Как бы, потому что внутренняя часть, не наружная, а внутренняя часть, идет основа Toyota Seliqa. Подгоняли ее здесь полностью под эту панель, чтобы она хорошо садилась. Ага, это панель. Закончился наш обзор на эту прекрасную Изольду. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и не забудьте подписаться на наш канал. Также хочу отметить, что этот автомобиль выставлен на продажу. Все контактные данные продавца я оставлю в описании под этим видео.